всем привет себе джиби написано на футболке известнейший клуб нью-йоркский себе джиби к сожалению сейчас уже закрыт родина новой музыки нового взгляда на рок-музыку и на музыку вообще ну принято считать что это такое панковское место где играли рамоунс там и все прочие музыканты типа блонди хотя блонди к панк року относить это достаточно в общем условно можно конечно и вообще в клубе себе джиби как я уже говорил несколько раз играли самые разные музыканты очень много там было артистов разных но в том числе и конечно ричард хэл да и телевизион которых тоже к панк року относить я бы не стал никогда в жизни но тем не менее так принято считать раз раз это было новое раз это был был новый звук новое звучание новые ритмы то как-то так стало считаться что это панковское место хотя это конечно не верно это просто было место где работали играли работали я не люблю очень слова вот это вот когда про музыкантов говорят работал группа работала очередная работа группа там какой-нибудь диск ставит это такая интересная работа это не работа кости кинчев очень правильно спел что рок-н-ролл это не работа и вообще музыка это не работа это общение с другими силами которые нас окружают нами двигают нами действуют и в которых мы живем но не видим и не слышим их если бы не музыка только музыка помогает это услышать почувствовать и сесть на волну которая распространяется этими высшими силами так вот группа токен хэдс которого я уже упоминал несколько раз первый альбом группа 77 год к клубу себе джибе токен хэдс имеет самое прямое отношение просто потому что до первого контракта до выхода вот этого альбома 77 года группа пару-тройку лет играла в клубе себе джибе потому что это было самое приятное для них место самое хорошее место там собирались любители как я уже говорил новой музыки люди которым было интересно все новое которые шли вперед которым страшно надоело то во что превратилась рок-музыка к середине 70-х годов это конечно достаточно тяжело мы все это любим и я все это люблю и до сих пор слушаю всякий разный тяжелый рок и традиционный рок но это уже были такие сплошные повторы такие клише выработанные группы масса масса артистов до сих пор сидят в этих клише и ничего плохого в этом нет потому что но это приятная развлекательная музыка хорошая такая для релакса но ничего такого вот для ума для души для для сердца ну может быть да кто кому-то кто впервой с этим сталкивается открывает для себя звучание рок-музыки это да это хорошо но другое дело что все это было уже 30 лет назад отыграны и все это повторы-повторы самоповторы бесконечные так вот отношение группы токенхэдс к себе джиби исключительно концертная потому что никогда токенхэдс не были панк-роком никогда не играли этот самый панк-рок который кстати очень люблю они шли совершенно особенным путем совершенно своим не похожим ни на кого и ни на что и критики и слушатели это отмечали группа сразу после выхода первого альбома стала восходить на вершину популярности но потому что это было столь необычно столь интересно и вместе с тем столь музыкально какое-то было какое-то отражение вот все идут сюда а их отражение где-то существует в перевернутом виде где-то рядом клубе себе джиби и конечно стали смотреть что надо же как разве так можно играть рок-музыку можно да и так второй альбом вышел most songs about building and food вот такие находятся который просто стал мега популярным среди молодежи в основном рок-музыка это вообще музыка молодежи и характерно она тем она обладает такой особенностью что она нивелирует возраст вообще вот я считаю себя таким же молодым человеком каким был 50 лет назад ну не 50 скажем на 40 на потому что также адекватно воспринимаю эту музыку очень интересно но первые два альбома они конечно значительной степени отличались от всего что звучало вокруг просто в силу построения песен даже построение песен было не по мне похожим на традиционный такой урок но они все-таки были в рок ключе и люди так смиренно довольны критики смиренно и с пониманием кивали головами да это еще одна группа новой волны это еще одна группа рок-музыки очень интересная необычная но в принципе это все в плоскости такой вот традиционный рок-музыки традиционный уже на тот момент времени новые волны уже понятно стало а новая волна да вот играют так все хорошо но в тысяча девятьсот семьдесят девятом году собственно говоря главное чем я хочу сегодня поговорить это вот этот альбом talking heads remain in light это восьмидесятый год но семьдесят девятом году вышла неожиданная очень пластинка fear of music страх музыки дэвид бирн группа talking heads выпустили этот страх музыки который был принят весьма противоречиво критики умные стали кивать головами и говорить что да это очень интересно это очень здорово поклонники таких talking heads приняли это безоговорочно но все еще считали это такой ну почему я так говорю что все считали это еще одной пластинкой рок-музыки ну потому что я читал всякие критические статьи и критики до разбирают кто как играет на гитарах там роберт фриб здесь играет на гитаре на этом альбоме по крайней мере в одной вещи а зимбра очень интересный с безумным абсолютно текстом шизофреническим а может быть ниже не шизофреническим вопрос то странно просто не похожим на поэзию и на текст вообще совсем но тем не менее песня завораживает песня тащит за собой и группа здесь на самом деле уже отходит от понятия рок-музыки в принципе формально это все остается до гитары бас барабаны клавишные синтезатор брайана и на синтезаторы точнее брайана и на но взгляд уже не вовне а вовнутрь взгляд как бы это сказать взгляд поперек если все вот так вот линейно действует токен хэд шли поперек потока абсолютно просто просто в другую сторону и в другое измерение я бы даже сказал пластинка очень интересная здесь уже пошла африканская тема перкуссионная и ритмическая в темные джунгли африки в темные дебри африки в темные пустыни африки в сверкающие пустыни африки все это уходит но при этом никакой не этно-рок не пугайтесь это не асибиса это даже не сантана хотя там не африка там другая история но это не этническая музыка а взгляд в эти темные глубины прошлого настоящего и будущего как у дэвида бауи в последнем альбоме black star взгляд поперек хода времени поперек моды поперек того что поперек тех линий пока тех рельсов по которым движется человечество и мы с вами движемся все поперек все не так и путь в новое пространство хотя все все казалось бы да казалось бы музыка сыграна до брайан и на продюсировал играет бас-гитара играет дэвид бирн прекрасно на гитаре на ритм на вот этот бешеный чесовый такой вот его одновременно и механический очень живой ритм и прекрасные звукоизвлечения фантастическая песня здесь конечно азимра первая с робертом фрипом на гитаре про которую я уже говорил моя самая любимая это like during what time песня от лица не то террориста не то какого-то члена подпольной группы она одновременно и смешная и страшноватая и и затягивающая и и монотонная и разнообразная одновременно и вот эта монотонность построения гармонии токен хэдс она открывает новые глубины новые далее новые пространства и в этом смысле я бы сравнил дэвида бирна с маялсом дэвисом который начиная с пластинки kind of blue резко уменьшал количество аккордов своих произведениях и пришел к тому что оставался вообще в одном аккорде там на бич из брю и дальше на массе пластинок и этот один аккорд раскрывался так что мы слушаем двойной альбом там который идет больше часа и не устаем а на варсе это кажется безумно интересным новым и музыка звучит по-другому и кажется что это это больше чем музыка уже больше чем музыка в привычном понимании нашим это открытие новых своих возможностей новых возможностей окружающих людей и нового мира и мир оказывается наш он выглядит немножко по-другому не так как мы привыкли но если фирм оф мюзик это очень интересная штука но как говорили критики и слушатели она является переходным альбомом хотя никаким она не является переходным альбомом она просто это просто первый шаг в новое пространство то вот этот вот рима и лайк пластинка это уже вот именно то о чем игруш это больше чем музыка это больше чем философия это больше чем поэзия больше чем шоу-бизнес шоу-бизнес вообще тут до свидания отдыхает хотя отлично продавалась все любили все все это пресса фотосессии концерты туры все прекрасно но здесь все по-новому все по-другому это настоящий космос этот космос удавалось передать может быть доктору джону в нескольких пластинках таких джунгле образных полу саймону но полу саймон у него более более внешне все-таки более традиционная история и токен хэдс я могу поставить по крайней мере вот эти альбомы с пластинками группы xtc но xtc при всей их гениальности не побоюсь этого слова при всей их музыкальности и широте охвата они все-таки играли просто музыку очень сложную очень интересную очень глубокую но просто музыку а давид бирн здесь начитался книг по истории африки по истории африканской музыки и будучи человеком очень умным тонким и настоящим поэтом он погрузился уже в пространство другие не тоже в историю человечества а в ту колыбели с которой мы выросли и смотрел на мир совершенно другими глазами и все это в этой пластинке есть и все здесь не все но в большинстве случаев в одном аккорде но один аккорд раскрывается также как раскрывается у мэлса дэвиса наслоениями мелодических линий бэк вокалов прекрасных полиритмии перкуссии полиритмии баса ударных все это закручивается все это вот так слой за слоем открывается укладывается вместе и рисуется какая-то невероятная картина оказывается вот такая музыка может быть что-то конечно потрясающе воранда панчес the hit goes on первая песня понеслась в одном аккорде но так интересно как гораздо интереснее чем там построение группы ес например просто просто в другую сторону но но интереснее и не менее сложно the great curve последняя вещь на первой стороне она ну она совсем в космос просто уход в космос полет сознание какой-то и опять таки в одном аккорде все равно ну что-то что-то безумное брайан и на здесь приложил конечно руку студийной работе столько здесь накручено всего прикажущейся простоте которая осознается не как просто так как невероятно сложная музыка уже с годами когда начинаешь переслушивать начинаешь это сравнивать с чем-то другим понимаешь что как это как это сделано как это как это сложно как это интересно как это творчески главное здесь это творчество это творчество это одна из самых наверное важных пластинок восьмидесятых годов если не вообще одна из самых важных пластинок рок-музыки в принципе муж она изменила подход к музыке у сотен музыкантов у сотен групп просто изменила все все музыкальное движение поменялось шли в одну сторону потом вышел этот альбом пошли в совершенно другую сторону и открывали новые новые грани новые новые возможности рок-музыки я не буду даже перечислять здесь песни просто это нужно брать целиком слушать это как как единое полотно которая как дорогой желтого кирпича такая раз вдруг засияла и ты по ней идешь и получаешь массу удовольствия от окружающего мира хотя музыка достаточно минорная здесь однако пойду пить за это все до новых встреч